Всем привет дорогие друзья! С вами Вилноу и в этом видео расскажу вам о том, что происходит в мире World of Warcraft и Blizzard Entertainment. Но перед этим сходу, как всегда, таймовички! Таймовички! Это когда Blizzard обещают очень неожиданную, секретную концовку. Но это не точно. И это невероятное ощущение! Поэтому сходу поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видеостримах, которые проходят каждый день с 18 до 21 и с 23 до часа ночи по московскому времени. Оставьте свои комментарии, что вы думаете по данному поводу. Итак, новички, начнем с актуального. Завтра у нас 23 число, а значит выход патча. И вот по этой причине новостной видос сегодня. И что это для нас значит? Во-первых, это отличная новость о том, чтобы узнать, что с 8 до 16 у нас будет техническое обслуживание, когда включат, соответственно, 9.2. Ну, очевидно, оно идет не так долго. Час, два, очень крайне редко, чтобы больше. Так что около 10 утра по московскому времени, скорее всего, уже будет доступна возможность играть в 9.2 и наслаждаться, ребяточки. Но наслаждаться чем мы будем? Правильно, правильно. Что нам дает 23 февраля? То есть получается такой небольшой гайд, слэш руководство, что вообще делать на старте, да? То есть 23 февраля открывается, мы также можем по-прежнему ходить в ключи в ПВП контент прошлого сезона, то есть второго, да? То есть по-прежнему те же самые награды, такие же самые подземелья и так далее. Рейды никакие не открыты, новые аффиксы закрыты. Ну, вы поняли, да? Тазамеш пока тоже закрыт, как ключ, в общем-то. То есть можем, по сути, фармить репутацию, выполнять квестики всякие, в торгастик походить, новые валюты пофармить всякие, в том числе в торгасте и так далее. Просто погриндить золото, всякие там новые же реагенты у нас. Это вот, что можно сделать 23 февраля, да? Чтобы было неплохо с ходу 2 марта, надо закрыть как минимум 20-й примерно ключик, да? Почему? Объясняю. Потому что если вы закроете 20-й ключик на этой неделе, то есть на 23 февраля, на неделе 23 февраля, то, соответственно, 2 марта вам дадут 16-й ключ уже нового сезона, он будет уже на 4 меньше, вот, от закрытого, от вас, да? То есть будет 16-й. И, соответственно, если пройдете там 15-й, там, в тайм, не в тайм, это не важно, получите уже 9 марта 278-ю шмотку. В свою очередь, когда 2 марта, уже ключи у нас будут, очевидно, только до 10-го давать шмотки, то есть до 255-го уровня шмота. То есть до 10-го ключа максимум именно шмот дают. Можно больше ходить, но шмот будет также 255-й падать, хотя 262-й, если не ошибаюсь, будет падать у нас с 15-х плюс ключей. Соответственно, вот такие вот у нас делишки. Плюс, очевидно, там, доблесть покопить и прочее, да? То есть вот такие вот хорошие у нас новости. Ну, а потом идет дальше у нас открытие сюжета. То есть уже, соответственно, откроется обычка гер у нас 2-го марта. Можно будет пройти первых 8 боссов и 9-го полностью полностью все пройти. И откроется эпохалка, и полноценные ключи, и все у нас полноценно откроется. Вот, и, соответственно, только как раз-таки, ребяточки, 23-го марта у нас дадут возможность сделать вторую легендарку, купить 278-е проводники за достижения соответствующие, которые у нас есть. Напоминаю, достижения какие? Дождаться открытия последней головы, то есть седьмой тайны предвечных, и либо закрыть фулл-двадцатые ключи в тайм, либо закрыть, очевидно, полностью эпохальный рейд в тайм, либо 2400 рейтингов в PvP на арене 3 на 3 взять. И в таком случае у вас возможность будет купить за полторы тысячи, по-моему, голды вот, 278-е проводники сразу. То есть ты жмешь, оно прям сразу все 278-е установится, что классно и удобно. Это полезно сходу. Для вас информация, ребяточки, такая. О старте. Ну, а LFR у нас последний квартал откроется, если не ошибаюсь, 20 апреля, ребят. 20 апреля откроется последний квартал системы LFR. Такие дела. И где-то там неизвестно, когда будет финальная глава, 28-я, когда Близзарды сами еще не рассказывают, да. То есть вот такая вот полезная для вас информация. Помните об этом. И как следует стартуйте на патче очевидно 9.2. Делайте то, что надо, ребяточки. Также из хороших новостей, ребяточки, во-первых, то, что за дружелюбие у новых этих вендорных проводничков, у нас вендорные проводнички, да, просветленные брокеры, 226 уровня можно будет проводники изучить, опять же таки, за дружелюбие. А, ребяточки, если не ошибаюсь, за что тут у нас? Такс, за почтение, ребяточки, за почтение, за почтение 239-е. Я просто так удивился, типа, дороговато как-то за почтение. Напоминаю, почтение нам нужно все равно будет качать, чтобы купить непосредственно легендарочку, да. То есть мы, конечно, пройдем последнюю главу, получим халавный пояс со всеми возможными скаменантскими способностями, опять же таки, как вторая легендарка. Но чтобы крафтить вторую легендарку куда хочется, и чтобы улучшить ее до 291-го, потому что которая 265-я, она не улучшится до 291-го. Соответственно, надо будет почтение получить, получить рецепт, ну и, соответственно, скрафтить потом уже по старинке, как всегда, у этого многоуважаемого мужичка, который сидит, грустит в цепях. Ну, вы поняли, да? Забыл, как его зовут? Рещик Рун. Во! Странное и глупое имя, на мой взгляд, если честно. Ну да ладно, ребяточки. Ну да ладно. Очень интересная новость сходу же о том, как Белизарда относится к скипам. И еще одна отличная новость, можно полностью скипнуть старт вот этого всей чертовщины. То есть, можно будет просто подойти и подойти к, ну, там, где комбинаты выбираешь, соответственно, в анклаве. Подходишь, говоришь, здравствуйте, я вот такая, здравствуйте, а ты говоришь, вот хочу посмотреть, что после третьей главы только я, да? Ну давай, вот иди. И все. То есть, альтернативные персонажи по дефолту могут скипать полностью все первые три главы, которые стартовые, являются у нас на старте 9.2, то есть, в The Red Mortis, то есть, чтобы сразу приступить к контенту, фарму шифров и так далее и тому подобное, ребяточки. Из интересных еще новостей, плюс одновременно для кого-то грустных, которые, возможно, что-то повлияют. Опять же таки, на 15% ослаблен флакон телетворной массы. Это, если кто не знает, топует флакон вообще для всех ловкачей, по сути, милишников, но давал очень вкусные ДПС-дириджинги. Вот, теперь понерфили. То же самое, на 15% в забрызганную кровью чешуйку. То есть, меньше теперь поглощает урона и меньше дамажит, соответственно, противника вокруг. То есть, вот такая вот ситуация по чешуйке и по флакону. Конечно, мне кажется, все равно она будет юзабельна более чем, но все же, ребяточки, но это не все изменения относительно аксессуаров, потому что сделали еще одно интересное изменение на эту тему, ребят. Поменяли аксессуар, неожиданно, кому писали судьбы Рокала в 9.2. То есть, если сейчас вы писали судьбы в ткани искаженных судеб, позволяет вам бернуть себе быстро, бернуть себе быстро, ребяточки, и как будто как батлрес на себя нажать и, соответственно, потратить себе вроде как похоже, что очко. Вот, ребят, обязательно напишите в комментариях, кто время от времени тратит свое очко. Вот, хотелось бы батлреса, конечно, да, хотелось бы сразу заметить, что данный предмет теперь будет раз в 6 минут, получается, просто не давать умереть, как какое-нибудь пылающее сердце Алара. То есть, как Скеля, соответственно, выпадала в замке Нафрия, теперь Саракала точно такая же станет тканями искаженных судеб. Очевидный вопрос, который, ну, заставляет задуматься, а вот в инвентарях поменяется она сразу у людей, которых она есть, или надо будет новую выбивать? Как показала практика, надо выбивать новую обычно, поэтому, если это так, то Близзарды, спасибо, конечно, очень интересно будет ходить Саракала, фармить танком, чтобы получить такую хорошую триньку, которая хорошего уровня предмета, в отличие от той, которая в замке Нафрия, и, соответственно, вот такая вот антисмерть, что, в общем-то, классно и полезно, позволяет много, как обузить, да? Что у нас дальше, ребятушки, интересная ситуация, неожиданно не обнаружен предмет на дырокол, кто-нибудь видел дырокол, ребят, срочно нужен дырокол, нет дыроколов, почему-то, треть в сезоне, нет дыроколов, возможность вставлять камни и бесконечно фармить, это же как, это же, это же вот 300, там 200, универсальности лишней вставить, ничего себе, это как так? Ну, я не знаю, либо разработчики резко экстренно добавят, либо в 9.25 подвезут какими-нибудь новинками, соответственно, как продолжение, это же Blizzard, они же гений, сейчас мы ничего не добавили, а такой, кстати, в 9.25 у нас новый уникальный контент, дыроколы, вот, они же так любят делать, неожиданно взять, добавить какой-нибудь, типа, как будто бы, со смыслом патч, как будто бы, да? Не такая уж интересная, ребятушки, новость нас ждет, разработчики резко перерешили пересмотреть шанс на получение особых наград в различных событиях. Они сказали, что вот у кого-то есть ракета любви, а вот у кого-то ее нет, например, и они хотят теперь похожие шансы поменять, либо думают о разочарованиях, поэтому, соответственно, пока ничего не меняется, но, возможно, они поменяют. То есть, что это значит? Это значит, что я формил за 50 персонажей, которые прокачал в ракету любви, сделал примерно, если не ошибаюсь, около 500 или 600 трав, причем за одно событие, ну, очевидно, потому что каждый день мог по 50 раз ходить, сделал где-то 500-600 трав, выбил на 14 февраля, ачивка есть, на 14 февраля выбил ракету любви, и Blizzard хотят уменьшить ее шансы на получение, не, ну, точнее, наоборот, увеличить, то есть, ну, это несправедливо, я считаю. Я хочу быть один, кто ездит на ракете, что, как бы, также забавно, смотрите, опять же-таки, какой-то прошел там слушок, нытье, про Чоппер, помните Чоппер, бру-бру, мотоциклы, которые давались за победу Орды, всем ордынцам дали бесплатно мотоцикл, и, соответственно, этот мотоцикл уникальный теперь, уникальный мотоцикл за тот самый челлендж, который делали, а у Альянса можно 100 тысяч купить мотоцикл себе, а у Орды нельзя, и, то есть, ордынцы ноют, Орда вроде победила, а почему-то Альянссер мог купить, а Орда не может, вот, и опять разделились на два лагеря, а как же вот я вот был тогда и получил, а другие говорят, а вот я сейчас хочу получить, что делать, вот, загадка, то ли Жак Фореско опять придумал только эту ситуацию, что вы думаете по данному поводу, я лично, ребят, за эксклюзивность, потому что все-таки все, что у меня осталось вот из Варкрафта, что я любил, скажем так, Варкрафт особенно сильно, всякие личкинки и так далее, это когда ты выглядел уникально, или твои какие-то маунты, и вот какие-то твои с этой брони показывают, что ты что-то достиг, вот смотрите, смотрите, и все подходили, вау, круто, А8 там, например, да, вау, круто, вот это было очень интересно и приятно, и то же самое я испытываю до сих пор к напречникам, которые два огромных таких тотема, у шаманов, я это вижу, и ого, я испытываю то же самое к оружиям, которые Дреноре давали за испытания, я эти вижу оружие, и вау, и мне завидно, я тоже хочу, чтобы они у меня были, но у меня их нет, у меня их нет, они очень крутые, их трансферикация этих оружий, там щита, по-моему, было тоже, супер крутые, так люди сейчас смотрят на мою башню магов, на мои облики, на друиде, на мои кучи предметов, на каждой специализации, классе, интересные посохи, оружие и так далее, которые только за башню магов, которые уже недоступны, я люблю эксклюзивность, мне кажется, это справедливо вполне, это как, в свою роду, такая дань, за то, что ты с Blizzard уже очень давно, чтобы потом вот ходить и, ну, выпендриваться, потому что это все, что нам осталось от того, чтобы мы играем постоянно, фактически, это единственное, что осталось от того, что мы играем постоянно, потому что, как вы знаете, опять же таки, если, как бы, кто не знает, то суть Warcraft'а, играешь, выходит патч, в котором тебе запердешь Gorilla Gibbon'а, дают неожиданно шмотки выше даже, чем у тебя были за топовые ключи, за недельные сундуки из эпохальной рейд, они уже лучше или на уровне, и уже, как бы, все обесценивается, ну, вы поняли логику, то есть, плюс, играть постоянно, это то, что тебе чуть легче войти в новый патч, вот прям чуть легче, как бы, ты входишь в новый патч, как будто бы готов уже к максимальному контенту, скажем так, в свою очередь, если ты этого не делаешь, то ты начинаешь с обычных, там, с первых ключей и так далее, то есть, тут тоже такая, знаешь, хотелось бы что-то мне поменять, естественно, относительно работы Blizzard, чтобы они, очевидно, сделали хоть что-то, что можно вот на постоянной основе делать, чтобы ты прям чувствовал, что вот не зря ты играешь постоянно, что вот, вот классно, вот я вот это у меня есть, не зря играл, так что будем ждать такую ситуацию, ну, а пока что, ребятушки, Blizzard запустили новую ветку разработки WoW Dev 3, загадки, загадки, что же это может быть, если WoW Dev 1 это Shadowlands, а WoW Dev 2 это классика классика и БК, так, может быть, WoW Dev 3 это Лич Кинг? Неожиданно, вот это неожиданно, вот это поворот, вот это ряд поворотов, скорее всего, Лич Кинг начал готовиться приходить у Blizzard, пока туда никого не пускают, неизвестно, что там есть. Интересная новость, сегодня, ну, прямо сейчас, 22 числа, вышла резко супер волна блокировок, которую даже, я даже не успел не узнать, как увидел, как мне вискорде об этом ребята общаются, о том, что много кого забанили, за что банили? За то, что ты когда-то давал свою учетную запись кому-то, то есть, соответственно, там, за какие-то, получается, услуги ты платил, тебе давали и так далее, так что, ребята, если вдруг вы совершенно случайно, вот, башню магов всякую, там, еще что-то, заказывали какие-то, может, какие-то, отдавали свои персонажи, и за вас кто-то что-то делал, вот, пожалуйста, забанили всех, вот, такие дела, вроде где-то пермачи, где-то очевидно не пермачи, очевидно, то есть, где-то просто баны, которые откатывают просто назад по времени, вот, максимум 6 месяцев, пермачей вроде даже как будто и нет практически, если только это не повторный бан, очевидно, так что так решили они заработать еще лучше на старте 9.2, забанив всех ровно перед патчем, что, в общем-то, правильное решение, да, потому что, во-первых, надо, естественно, работать с этим делом, и, естественно, если уж банить, то заранее, да, а не вот это, когда ты неделю поиграл, шифры поформил, и, кстати, блин, такие, баним всех, вот, если что, вы неделю беспысленно играли, вот, можно купить новый аккаунт, заново начать, ну, сейчас кто-то купит, вот, как в комментариях, ребятчики, которые пишут, о, нет, придется не играть в следующее дополнение, такие дела, как бы, в общем-то, и шутка, и смех, и одновременно сарказм, потому что все равно, конечно же, он будет играть этим дополнением, естественно, да, соответственно, Близзард, как я и сказал, говорят, что будет у нас финал гробницы предвечных, сюрприз, и конец истории тюремщика, соответственно, все это, вот, вся эта движуха, это будет сюрпризом у нас, да, секретная концовка с Сильваной, еще что-то там, секретное, да, то есть, типа, если ты, не знаю, рейдом будешь, представляете, ребятчики, если можно было бы, кстати, это было бы гениально, на мой взгляд, круто, если бы люди могли просто в конце финального босса дополнение всего целого аддона, просто выбирать, чем он закончится, типа, он умрет, или не умрет, да, и, соответственно, таким образом, когда кто-то там из людей голосовал, вот, и рано или поздно, там, большинство за что-то проголосовало, и, соответственно, этот персонаж, либо продолжает существование вселенной, если не придумывается новый сюжет, уже в дальнейшем, конечно, не в следующем патче, но в дальнейшем, либо нет, звучит, по-моему, неплохо, тем более, Близзарды что-то подобное пытались провернуть, когда какие-то выделали варианты, якобы, с Урфангом Сильваны, в предыдущем, как бы, аддоне, но здесь, кстати, я неожиданно сидел, сидел и придумал, да, просто сидел и придумал, что если игрокам давать возможность кого-то оставлять, а кого-то убивать, да, потому что, не думаю, что очень много людей захотели бы убить Гороша, да, потому что у Гороша, несмотря на все, все-таки были мотивы чисто чести, орков, и туда-сюда, поди сюда, как вы знаете, Гороша я бы, например, не стал сливать, я бы сказал, у Голя какой-то, ух, ходит, Рюбек, как Рюбека из Орды убирать, непонятная история, конечно, но посмотрим, чем она закончится, я не в курсе, почему так они так говорят, потому что последние три Босса не тестировались на ПТР, чтобы, вот это, кстати, интересная загадка для меня, неужели я сидел, ныл, 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 вслух ныл, вот, ну как вслух, да, в космос, конечно, ныл в космос, вся моя аудитория подхватывала, я от аудитории получил такие лучи энергии, и через меня луч энергии шел прямо туда, в очко космоса, в очко космоса, и огромный луч, фаллической формы, зашел в очко космоса, и мне, неожиданно, Близзардом что-то в голову, такое типа, а шо если, а шо если, а шо если, а шо если не давать людям тестить наши рейды, и чтобы они не сливали сразу сюжет наших дополнений, и чтобы они просто вот как будто бы приходили, на гонки прогресса реально потели, а не вот это вот за, на ПТР, рейд весь обсосали, а потом типа, ля какие крутые, проходим гонку прогресса, ля, можно, тактика одна и та же, ее уже, на ПТР высосали, и какая-то как будто бы гонка прогресса, какая же тут гонка, нет никакой гонки, потому что нет самой сути соревнования, да, это то же самое, что я даже не знаю, как это сказать, я не могу представить, да, это, невозможно даже понять, пытаясь представить, как это со спортом связать, не получается, не получается связать со спортом, честно говоря, так что, фиг его знает, фиг его знает, мне такое очевидное, мне нравится, ребяточки, да, если шо, космос мы все любим, несмотря на то, что мы иногда посылаем фаллические формы, но космос, если шо, любим, ребяточки, значит, так думают Близзарды, тоже делают для нас новые аддоны, они сказали, что следующие все аддоны, вполне возможно, будут не только космические, или эпические, будут еще и дефолтные, где там, типа, не так все опасно, все происходит, опять же таки, неплохо, ждем потихонечку, что из этого все выйдет, очень хорошие ожидания, как всегда, ребяточки, естественно, ждите тонну видосов, на разнообразные темы, на какие только можно, на старте, поэтому сегодня новостная, потому что среды хочется уже для вас писать, прямо актуальщину сочную, так ждите миллион актуальщины, которая будет нас ждать, и, соответственно, следите за новостями, как всегда, в общем-то, за последний, наверное, месяц, будет все, что только можно, про новый аддон, про новые возможности, в этом самом смысле, аддон патч, про 9.2 полностью все, и, соответственно, после этого будут хайды по всем персонажам, по всем специализациям выходить, все это смешно, смешными подборочками, новостями, и холдфарм видео, так что, надеюсь, вам понравилось это видео, и было максимально полезным, бак-бак-бак-бак-бак, стух! Субтитры сделал DimaTorzok